Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поздравляем вас, братья и сестры, с нынешним воскресным днём, который является первой приготовительной неделей к наступающему Великому Посту. Казалось бы, только звучали песнопения Рождества Христова, праздника Крещения Господня, только отошли святки Божии, и вот теперь звучат песнопения покаяния твердями двери Жизнодавча. Мы молим Господа, чтобы в наступающую духовную весну Богослужебного года Господь не лишил бы нас этого великого дара покаяния. Великий дар, потому что именно им отверзаются небеса, именно даром покаяния от души человека низводится благодать Божия и преображается человек. И этот дар важно не просто получить, его не нужно автоматически принять в своё время. С одной стороны, этим чувством необходимо жить, с другой стороны, бывают такие моменты, когда Господь подчёркивает особенную важность этого дара покаяния человека. И вот готовимся мы, вступая в поприще Великого Поста, целые три седмицы, четыре недели, готовимся к тому, чтобы вступить достойно в Великий Пост с чувством покаяния, сокрушения о своих грехах, с чувством надежды на милость Божию, на благодать Господню, и ожидаем достойно встретить светлое Христово Воскресение, Пасху Господню. Все приготовительные недели называются по тем евангельским чтениям, которые прочитываются в эти особенные воскресные дни. И вот сегодня, нынешний день называется неделей о Матаре и Фарисее, по притче, которую мы с вами, с одной стороны, хорошо знаем, с другой стороны, эту притчу нам Церковь приводит постоянно на память и к нашему рассуждению представляет. Мы слышали сегодня с вами, что в Храм Иерусалимский, в Церковь Божию вошли помолиться два человека. Вот так вошли, как всегда, входят тысячи и тысячи молящихся. Пришли, один из них был фарисей, праведный человек, живущий по закону Божьему, изучающий Священное Писание, знающий все заповеди Божии и старающийся их исполнять, и в каких-то заповедях он даже переусердствовал. И в этом чувстве правильного исполнения заповедей Божиих приобрел и чувство надмения и высокоумия. Вот он встал на молитву, и вся его молитва, если дальше мы присмотримся к ней, она правильно построена. Звучат очень правильные слова. Он говорит, Боже, благодарю Тебя. Далее немножко меняется ее смысл. Он говорит, за то, что я не такой, как прочие человецы. Я не разбойник, я не бандит, я не прелюбодей, я пощусь дважды, я даю десятину от всего, и слава Тебе, Боже, что я не такой, как этот презренный мытарь. Вот с ним второй человек, вошедший в храм помолиться, был мытарь, который был в то время чиновником, работающим на оккупационную власть. Он трудился на благо римлян, собирал подать из своего населения, злоупотреблял своим положением и теми финансами, которыми он обладал, собирая налоги со своих же соотечественников. Был презренный человек, но пришел тоже Богу помолиться, не смел поднимать глаза к небу, встал в уголочке, ударяя себя в грудь, произносил, Боже, милостив, буди мне грешному. И вот Господь завершает эту притчу такими словами, что из храма они тоже вышли вместе, но мытарь вышел более оправданным, нежели фарисей. Господь не осудил, и фарисея не осудил мытаря, принял их моление, принял их душевное устремление, но завершает словами, что всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя, возвысится. Если эти слова немножечко расширить и дополнить, то прозвучали бы они так. Каждый, кто сам себя унижает, от Бога будет унижен, смирен, но каждый, кто себя смиряет, уничижает, будет от Бога возвеличен. Итак, эта притча, братья и сестры, с одной стороны, нам знакома, с другой стороны, нам важна та молитва, с которой обращались каждые молящиеся. Фарисей, который знал прекрасно священное Писание, знал норму поведения ветхозаветного человека, которая заключается в том, что необходимо уклониться от зла, по слову Псалкирия, и сотворить благо, он так и молился. Он говорит, благодарю Тебя, Господи, что я не таков, я не разбойник, не прелюбодей. И дальше говорит, я пащусь дважды в неделю. Норма Ветхого Завета заключалась в том, чтобы паститься один раз в год, в день очищения. Но он высказывает правильное понимание аскетического устроения человека. Он понимает, что от пресыщения в пище и от злоупотребления спиртными напитками рождается похоть. Поэтому и говорит, что я, с одной стороны, не прелюбодей, с другой стороны, я пащусь дважды в неделю. Он понимает взаимосвязь поста и похоти человека. С другой стороны, он говорит, я не разбойник, не бандит, не отымаю чужое, я даю милостыню со всего, творю десятину со всего, что приобретаю. Но Ветхозаветная заповедь говорила о том, чтобы давать десятину от какого приобретения? От животноводства и от земледелия. Иные мелочи, которые приобретает человек, не облагались десятиной. Но он со всего дает десятину. Он понимает, что он не стяжатель, он не сребролюбец, он не жадный человек, он всем делится и со всего дает десятину. И вот это понимание правильного выполнения закона Божьего привело к одному печальному результату. Он начал гордиться тем, что он такой хороший человек. Он о себе слишком хорошо возомнил. И все свои достижения, все свои достоинства приписал только себе самому. Блаженный Феофилак Болгарский пишет, если бы его молитва звучала бы так, Господи, благодарю Тебя, что Ты оградил меня от грабежа, от разбоя, от прелюбодеяния, вот это была бы правильно построенная молитва. Да, он не такой, но почему? Не потому, что он по себе такой хороший, высокоумный и надменный, а потому, что Господь в благодати хранит его. Он понимает заповедь Божию, знает о воздержании телесном, о происходящем грехах или добродетелях, и он старается. Но это старание привело его к высокоумию и к надмению. С другой стороны, мытарь, который творил грех, понимал, что он и так презренен в очах всех окружающих. Он носил это ярмо, эту тяготу презрения, и в храме он не смел глаз к Богу поднять. Произносил просто, Боже, помилуй меня грешного. Если встать на место этого мытаря, его ведь можно было бы просто по-человечески оправдать. Сказать, что вот такая работа у человека, так все трудятся. Ему тяжелее, чем всем остальным. Он выполняет неимоверно тяжелую душевную и нравственную работу. В конце концов, ну, так все трудятся. Это его долг. Но он понимает, что здесь его совесть задета, и она его обличает в этом неправильном поступке. Он творит много зла. Поэтому и произносит просто, не оправдываясь, ничем себя не выгораживая, просто, Боже, милости, буди мне грешными. Эта притча, братья и сестры, нас с вами настраивает на правильное отношение к посту. И говорит она нам о том, что очень важно и одно соблюдать, и о другом не забывать. Песнопения, неделя Матарей и Фарисеи, призывают нас поревновать, то есть последовать усердию фарисея, который изучал Священное Писание, знал Слово Божие, знал нормы духовной жизни, знал законы спасения, аскетические законы для человека и стараться изучать Священное Писание. Он далее был усерден в выполнении заповедей ветхозаветных. И это похвально, его за это никто не осуждает. Он действительно усердный, труженик, знающий Слово Божие. Вот призывает нас песнопение, неделя Матарей и Фарисеи, последовать этому усердию, с которым фарисей старался жить праведной, благочестивой жизни. Но вместе с этим показывает нам и Церковь Божия, что настроение от этого должно рождаться. Не высокоумие, не надмение, не превозношение, что я не таков, как прочие человечицы. Нет, от этого должно рождаться чувство покаяния перед Богом. Это те средства, которые спасают нас, помогают нам в деле нашего спасения. И пост, и молитва, и доброделание, и творение, милостыни должны нас приближать к Богу. Это самое главное. Они важны не сами по себе, не просто важно, даяние или недаяние, какое-то доброделание. Мы знаем с вами пословицу «Заставник его Богу молиться, он и лоб расшибет». Важно понимать, зачем мы это делаем и к чему должно это нас привести. К стяжанию благодати Божией, к тому, чтобы нам ближе быть к Богу. Поэтому и поется на протяжении всего Великого Поста песнопение «Покаяние отверстия медвери Жизнодавча». Просим Бога, чтобы Господь в нашем доброделании указывал бы нам путь, по которому мы должны пройти Великий Пост и покаянием отверстия двери Пасхи Христовой. Когда мы слышим с вами о приближении Великого Поста, конечно же, в душе каждого человека рождаются разные настроения. Кто-то, может быть, будет сожалеть о том, что вот теперь чего-то нельзя поесть, нельзя чем-то, может быть, вкусным насладиться. Кто-то пожалеет о том, что надо увеселение свои сократить, прекратить, свернуть до дней Пасхи Христовой. Кто-то оскорбит в целом о том, что время такое воздержание труда над собою — это поприще, это тяжелое поприще. А кто-то, может быть, и порадуется тому, что наконец-то пришло время совершить душевные усилия над собою, чтобы приблизиться к покаянию, чтобы отринуть те страсти, которыми пленен каждый человек, чтобы очистить душу свою, чтобы она пела бы достойно и радостно воскресенье Христова Пасху Господнюю. Вот, братья и сестры, пожелаем вам далее, переживая приготовительные недели к Великому Посту, настраиваться на то, что наступает духовная весна. Мы приближаемся к Пасхе Христовой, но к ней нужно подойти приготовленными, в убранной одежде, с чистой душой, с чистой совестью и благодатно славить воскресенье Христова. Дай Боже, чтобы и нынешняя неделя тоже подвигла бы нас порассуждать о нашем душевном настроении, о нашем душевном состоянии, порассуждать над тем, зачем мы что-то делаем или чего-то наоборот не делаем. В этом увидеть смысл и понять, что мы должны приближаться к Богу. Аминь. Спасибо. С праздника маленький поздравляю вас. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok